Друзья, я рада вас приветствовать на своем канале Животный Лайф, где я рассказываю о жизни различных животных. А также буду рада вас приветствовать на своем втором канале Люди Лайф, где я рассказываю о жизни известных людей и не очень. Ну а это видео о животном и семейство кошачьих Бомбийская кошка. Бомбийская кошка может по полному праву назваться миниатюрной пантерой. Шерсть ее невыразимо блестящая, мягкая и очень шелковистая, глубокого черного цвета. Самой главной необычностью бомбийской породы кошек считается то, что все части тела окрашены в черный. Это касается не только волосяного покрова, но и даже подушечек лап. Конечно же, есть стандарты бомбийской черной кошки. Тело ее некрупное, слегка удлиненное, изящный хвост, как у настоящей пантеры, кажется длинным по отношению к телу. Небольшая голова правильной круглой формы, у некоторых котят мордочка венчается приплюснутым носом, однако у других нос вытянутый. Оба случая являются подходящими по стандарт. Уши закругленные на концах, глаза большие, правильной формы, крайне выразительные, глубокого бронзового цвета. Отзывы владельцев об бомбийских кошках всегда наполнены радостью от жизни с таким питомцем. Представители породы небольшого размера с кротким характером. Бомбийская кошка очень быстро привыкает к хозяину и готова следовать за ним везде. Грустным фактом о котятах бомбийских кошки является то, что они зачастую имеют врожденные дефекты развития черепа, которые находятся еще в утробе. Поэтому малыши подвергаются эвтаназии. Однако здоровые котята быстро достигают физической формы взрослого животного, хотя до конца они формируются только к двум годам. Самку от самца визуально можно отличить меньшим размером. Вес ее в среднем возрасте обычно составляет около 4 килограмм, в то время как кот весит килограмм 5. Этот декоративный вид кошек выведен был для того, чтобы радовать людей, и в итоге эта цель была достигнута. Бомбийская кошка очень нежная. Выбор, время провождения для нее, любая деятельность после хозяина, будь то игра или просто пребывание рядом с ним. Принято считать, что какой бы многочисленной ни была семья, в которой обитает такой кот, Со всеми в этой семье он найдет общий язык, но хозяином признает только одного. Бомбийские кошки плохо переносят одиночество и требуют внимания, когда такового к ним не проявляют. Для сна выбирают теплые места, имеют хороший аппетит. Кошка отрицательно относится к слишком навязчивым людям, независимо от их возраста. Если она чувствует неладное, то не будет царапаться, кусаться или вредить человеку другим образом, но будет держать дистанцию. Как и при уходе за любым шерстяным питомцем, хозяину черной красавице необходимо периодически проявлять внимание к его шерсти. Через мерного ухода меху не нужно, однако во время леньки советую как много чаще пускать в ход щетку, чтобы не было черных волос на мебели и одежды. Расчесывать гладкую шерсть лучше резиновой щеткой. Конечно, для красоты питомца нужно периодически мыть его со специальным шампунем. Купание для кошки сплошная мука, за редким исключением. Поэтому стоит сопроводить этот процесс лаской и угощением. Коты тщательно следят за чистотой своей шерсти, поэтому принудительно купать их нужно только в случае необходимости или появления паразитов. Бомбийские кошки невероятно прожорливы, особенно в период роста. За питанием такого животного нужно следить крайне ответственно. В некоторых случаях излишняя прожорливость не вредит котам. Они не толстеют, то есть волноваться ни о чем. Но иногда постоянное переедание может иметь опасный для здоровья оборот. Последствием может стать ожирение и на его почве проблемы со здоровьем кота. Стоит ли говорить, что излишне толстый питомец становится неактивным, меньше играет, меньше двигается. Конечно же, животное, самочувствие которого оставляет желать лучшего, не сможет в полной мере отдать свою любовь человеку. Кормить бомбийскую кошку можно кашами и самостоятельно приготовленной едой, так же как и покупными смесями и сухим кормом, что предпочтительнее. Не стоит давать еду предназначенную человеку, чтобы избежать большого количества съеденной ей соли, перца и других приправ. Следует знать меры в кисломолочных продуктах, от которых может быть несварение. Кошки могут есть мясные продукты и субпродукты, однако всегда нужно тщательно наблюдать за реакцией питомца на ту или иную пищу, для того, чтобы вовремя заметить индивидуальную непереносимость. Конечно же, если такова и есть. Необходимо заботиться о глазах и ушах бомбийской кошки. Внешние уши могут оставаться чистыми, но если кот периодически трясет головой и чешет их, нужно посмотреть ушные раковины на наличие клещей и других паразитов и лишний раз почистить их со специальным лосьоном или мазью. Глаза нужно регулярно протирать обычным чаем. Зачастую у бомбийских кошек присутствуют проблемы с дыхательной системой, не опасной для жизни. Бомбийская кошка на фото выглядит крайне эффектно, однако в жизни эта красавица привлекает еще больше внимания. Казалось бы, это просто обычная кошка, но в миниатюрной пантере сразу видны благородные крови, движения ее неспешные и изящные. Цена бомбийской кошки может колебаться в пределах 60 тысяч рублей. Бомбийские кошки, как и любые другие искусственные породы, имеют риск возможных генетических заболеваний, поэтому слишком маленькая цена за котенка, неприемлемая для покупателя, так обычно продают больных или же беспородистых котят, если они внешне напоминают породистых. Чтобы избежать приобретения нечистокровного или больного котенка, необходимо проверять все документы заводчика, родословную, животного и его ветеринарный паспорт. Друзья, всем спасибо за внимание и до новых встреч! Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал!